Девушки отдыхают Для каждого поколения он всегда будет не тем, потому что каждый раз, когда команда уходит, с ней уходят ее болельщики, естественно, всегда возникает момент того, что ребята, которые приходят, ну, допустим, те, кто играли, они, естественно, хотят видеть какую-то свою картинку и ту привычную, к которой они привыкли над ней смеяться и так далее. И здесь, конечно же, возникает все время первое чувство ревности, второе чувство того, что всегда что-то меняется, и оно там по-новому. Тем более, каждое поколение несет в себе что-то новое. Вот сейчас там больше танцев, допустим, больше ТикТока, Инстаграма и так далее. То есть для меня он как бы тоже не тот, но болельщики-то приходят. Команда меняется или все-таки юмор меняется? А вместе с командой меняется юмор, потому что команда – это носитель юмора, команда – это носитель культуры. И каждый человек, допустим, Егор, он проповедует свои шутки, свой юмор. Мы ему говорим, вот не надо, вот так вот не делай, пожалуйста. Он упрется и делает. Собственно, да, поэтому в какой-то степени и стал чемпионом, да, но с другой стороны, сколько лет он этого добивался? Сколько лет, Егор? Ну, это был мой пятый финал и шестой сезон, по-моему. Пятый финал в одного? Не-не, вообще в целом в истории… Я помню, что Егор начинал, по-моему, в тройке сначала, потом вас было двое. Еще хуже он начинал, когда их было 15 человек. Их было 15, потом стало резко трое или двое. Нет, там постепенно убавлялось 15, потом 10, 6, потом два года два было. И вот этот год один. Был чемпионат, когда Денис Адоев, он тоже чемпион Республики, он его Егоров выиграл. Егор был, да, был маленький. Да, да, я должен сказать. И сейчас Денис является как раз-таки одним из редакторов Республиканской Лиги. И в том числе он помогает нам понимать, что происходит у молодых. Ну, я хоть и молод и выгляжу, но это не всегда понимает. Ну, на самом деле у нас есть маленькая инсайдерская информация. Тут ребята до начала записи нам сообщили, что… Ну, такой не скандал, далеко не скандал, наоборот, сенсация, можно так сказать. Чингис Аякович Болотов, который… Сколько лет руководишь КВН-движением? 10 лет руковожу. 10 лет отруководив КВН-движением Республики, сказал, что ему пора на пенсию. Это правда? Да, я устал, но я не ухожу. Не, я даже не устал, я не ухожу. Я ухожу, но не устал, давайте вот так правильно скажем. И кому все передаешь? Передаю Денис Баировичу. Теперь это не Денис, это Денис Баирович. И в этом плане как раз-таки человек, который несколько раз становился чемпионом Республики. И сейчас уже мы точно знаем, что, во-первых, хорошо воспринимается и с самими КВН-щиками. То есть ребята ему доверяют полностью. И главное то, что есть опыт выездных игр. Потому что все-таки у нас основная, наверное, задача – это выступать на межрегиональном, международном уровне. Это наши основные показатели, такой KPI наш внутренний, да, там, для КВН KPI. Вот, и мы можем выигрывать, естественно, но только надо, конечно, понимать и ощущать поездку европейскую, западную, ну, вообще, того города, куда приезжаем. Как я понимаю, у КВН Бурятского, помимо всего хорошего, проблем хватает. Со всей этой сворой проблем теперь Денис Баировичу придется как-то справляться. Там в основном финансовые проблемы на поездке. Ну, в целом, да, в общем, проблемы есть везде, хотел бы подметить. Но здесь проблемы решаемые, надеюсь, вроде как, получается. В принципе, ничего не боюсь. Думаю, что все к лучшему. Мы справимся, сейчас планы великие. Спасибо Чингису за доверие огромнейшее. Чувствуете, да, это все как политический. У нас есть департия какой-то. Инаугурация, когда-то. В общем, планы великие, думаю, у нас все получится. Я желаю вам, мы желаем вам успехов. Пусть деньги всегда находятся. Это самое главное. Теперь еще один вопрос, который меня волнует последние несколько недель. У КВН появилась альтернатива. Она была давно в виде, там, комедий-клабов неких, да, однажды в России на ТНТ. Сейчас появились прямо игры на двух федеральных крупных каналах. Как вы к этому относитесь и что это такое? Объясните человеку несведущему. Игра это, ну, мы говорим про игру на канале ТНТ. Это проект, который уже, в принципе, около года о нем говорят. То есть это проект, куда пришли все чемпионы, все те, кто является звездами КВН. Ну, самое главное, это, в принципе, проект такой пост-КВН. Практически там то же самое, но, тем не менее, это все равно пост-КВН и уже состоявшиеся люди. А КВН, главное различие все-таки, КВН это игра, в которой появляются звезды. То есть это такой старт для многих юмористов, тех, кто хотят себя как-то проявить, они все равно проходят через школу КВН. Ну, и самое главное, это, в принципе, две основные вещи. Я бы не сказал, что это какая-то там альтернатива или какая-то другая совершенно передача. Это, в принципе, где-то даже дополнение там вот этой всей юмористической пирамиде. То есть, в принципе, теперь мы понимаем, что после КВН... То, что на СТС. То же самое. В принципе, получается так, что раньше был КВН, и все, вот, тупик. Сейчас, наоборот, благодаря этим проектам есть возможность куда-то дальше пройти. То есть, КВН такая ступень, трамплин. Я же правильно слышал, наши ребята сейчас поехали на СТС. Да, 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 все верно. Но там тоже дорога молодым, там уже никак игра на ТНТ. Нет, там примерно такая же история, только это, ну, так назовем, это тех, кто не играет на ТНТ. И они сейчас играют на СТС. В общем, так вот. Вообще, КВНщиков очень много. Вот реально, если приезжаешь на сочинский фестиваль, то там, ну, около, было такое, что около 10 тысяч человек. Но это как Олимпиада. Вот реально задействовано большое количество гостиниц, инфраструктуры всей, и вот этого количества людей, желающих, которые все хотят в высшую лигу попасть. Естественно, они там, ну, многие остаются, только 20 команд, представляете, там. И к чести Бурятского КВН мы много раз бывали в высшей лиге. То есть, и вот из этих, там, 400 команд, 500 команд, которые приезжают, мы всегда там в 20-ку лучших попадаем, выходим. А многие же не попадают туда. Естественно, там набирают таких вот ребят, которые, ну, стремились, у них все хорошо, но что-то не получалось там. Не хватало там менеджерского управления, не хватало таланта где-то, просто удачи там. Но, тем не менее, там, ребята могут и делают, и их замечают. И вот начали сейчас давать возможности реализовываться в таких... Ну, вот, мне кажется, что появление таких двух аналоговых проектов на двух больших крупных федеральных каналах, да, в одно и то же время, в один и тот же сезон, как будто бы это выглядит так, что до этого владелец бренда КВН никому ничего не разрешал, а этим летом сказал, делайте, ладно. И тут все федеральные каналы резко начали это делать. Ну, скажем так, сразу, если уже такие кулуарные разговоры начались, все равно они нас не увидят, я могу себе рассказывать. Вот, дело в том, что СТС, Первый канал и КВН, они подписали трехстороннее соглашение. И ТНТ. Вот, нет, ТНТ все-таки это, ну, как отдельным проектом юмористическим идет, потому что у них очень много тоже своих юмористических проектов. Камеди Баттл, Камеди, Камеди Вуман, там, одни сериалы, там, идут снимаются и так далее. И, естественно, ну, вот этот проект, грубо говоря, КВН и то, что идет на СТС, Суперлига, это, ну, дополнение одного-другого. То есть, в принципе, это вытекающая система. Там, как бы, люди, можно сказать, находятся в одном сосуде. То есть, участвуя на съемках в СТС, ты себе дорогу в Сочи не перекрываешь. Да, то есть, они там, в принципе, они в одном сосуде. А вот, если говорить про ТНТ, то, конечно, это уже другой телевизионный проект. И, в принципе, там уже ребята, которые, ну, свое отыграли, и они понимают, что у них есть вот карьера в другом телевизионном проекте, или там, в сериалах, или еще в каких-то интересных проектах ТНТ. Егор, из трех представленных проектов, куда хотелось бы попасть? А какие представленные? Игра, СТС, как называется, я не помню. Суперлига, да? Ну, и, конечно же, КВН. Стретка. Да, пока мне просто хочется отдохнуть. Слишком тяжелый путь был. Да не то, чтобы тяжелый, просто... Ну, пока я не думал. Вот это о этих трех проектах точно я не думал, которые... Денис, сейчас, если я правильно понимаю, твоя задача возить только одного человека. Нет. Нет? У нас есть сборная республики, основывается она на молодой и новой крови, на людях... В том числе, Егор? Пока нет. Он еще не удостоен. Нет, дело не в этом, дело не в этом. Егор участвовал в предыдущей сборной, но так получилось, что Егор выбрал стендап. Или стендап его выбрал. В общем, так получилось, что Егор играет в КВН только в пределах республики. У нас, да, есть команда «Дальневосточный ворот», это сборная республики Бурятия, которая... Относительно недавно создана. Да, в этом году появилась, и там играет уже другое поколение. То есть есть ребята, которые играли и в команде «Берег Байкала», и в принципе там такой... Ну, вроде бы подвижный там, подвижный коллектив и подвижные решения, но сейчас уже Денис Баирович решает, что там будет и как будет. В этом плане, ну, все равно это другое поколение, и где-то мы не хотели бы, наверное, мешать кровь, потому что все равно молодая кровь и молодой коллектив должен сам как-то развиваться и идти. А Егор это человек, видите, состоявшийся, волевой, он придет, он там им все сломает. Очень скромный. Скажет, ребята, делаем вот как я сказал, иначе... Вы все уходите со сцены. Я выступаю один. Схема проверенная. Все вы начнете мне стульчики. Ребят, ну, вообще республика, как я знаю, наша республика, на такой карте КВН достаточно хорошее такое место занимает. Все знают, что в республике КВН жив и живет, и будет жить. Как с другими регионами дела обстоят? Ну, там, кстати, там везде рип. Что значит рип? Ну, ну... А, в смысле, облигатура. Ситуация намного сильнее, лучше. То есть мы, допустим, на фестивале у нас выходило там около 10-12 команд, и мы даже еще позволили себе там не допускать коллективы до игр. То есть это, ну, ситуация достаточно... Достаточно сравнение с состоянием там, конечно, хорошее, но... Можно тогда так смело говорить о том, что, ну, недолго у КВН осталось? Нет, у КВН есть все-таки первое... Ну, допустим, по нашим регионам Сибирь и Дальний Восток одна ситуация, но он очень бурно развивается на территории Запада. То есть там очень много команд и так далее. И мы... КВН – это же студенческая игра. Да, в первую очередь молодежность, студенческая. И может, это зависит именно от студенческой среды? И от среды. И второе, конечно же, зависит от ребят, руководителей. То есть те, кто остаются на местах. В основном еще, кстати, почему в других регионах перестали появляться команды, у них просто ребята уехали все на ТНТ, или еще уехали на КАТО. Все заслали их, в общем. Да, и перестали выращивать своих там потомков, да. То есть те, кто будет их заменять им. Денис Ваирович, когда республика примет какой-то крупный КВН-фестиваль? И вообще возможно ли такое? Или есть определенные точки, в которых это проводится уже много лет, и они никуда не переезжают? То есть статус какой-то центральной лиги? КВН Байкал, там что-то такое может быть. Ну, пока давайте без инсайдерских новостей. Как раз сегодня будем еще обсуждать план мероприятия на ближайшее время. А, ты же я так приоткрыл, да? Да, я буду рассказывать. Дело в том, что, ну, в принципе, мы и были уже давно в КВН Байкал. То есть к нам и Читай, и Иркутск, и Красноярск приезжали. То есть это... Мы просто не объявляли себя там великим каким-то городом. Ну, приезжает, да приезжает, играет. И это было нормально. До ковидной всей ситуации мы вполне себе постоянно, регулярно принимали очень многих интересных ребят. А сейчас ситуация следующая. Мы должны понять, как изменить формат. И вот здесь уже предложение будет от молодых, как надо сделать это все. Потому что, собственно, им все больше в руки, да, чтобы они начали. Ковид и КВН. Я понимаю, конечно, что без зрителей играть плохо. Почти сезон целый не играли. Но вот 30-го числа мероприятие, которое прошло, где Егор стал победителем. Сколько зрителей было? И сложно ли было их собрать? Зрителей было не сложно собрать. Мы собрали 50% зала. А КДСРС это один из самых крупных залов. То есть это порядка 300 человек мы собрали. Было много желающих, но нам пришлось им отказывать. И это в прямом смысле. Мы даже, знаете, не делали каких-то там агрессивных реклам. Все это вот спокойно, тихо. Как играется в полупустом зале? Да, в принципе, у нас, видимо, зритель заскучал по КВН. Ну, поэтому, если не видеть их, то даже не ощущается, что их половина. Отдача была мощная, да? Да, отдача была очень хорошая. Ну, еще ограничения. То есть у нас были расстояния между людьми. Соответственно, такое ощущение визуально, что как будто будет весь зал полный. Просто с некоторыми проплешинами. Ясно. Ну, хочу завершить на такой позитивной ноте. Во-первых, пожелать вам от всех наших телезрителей, от всей нашей телерадиокомпании только побед Денис Баирыч. Егору достучаться туда вот до стендапа нашим федеральным коллегам. Чинди Саякоч, вы-то чем собрались заниматься? Я буду заниматься социально ответственным творчеством. Что это значит? То есть, ну, все знают, я занимаюсь экологическим проектом «Мусор из головы». И, в принципе, есть проекты, которые я буду продолжать. И, в частности, вот эту тему экологии. То есть я буду делать так, чтобы экология не звучала нудно и как-то по серому. Нам надо интонировать, делать разные интересные контенты, назовем это так. То есть творческую работу, которая будет позволять людям нормально воспринимать «Не мусорьте, пожалуйста». И в этом плане очень много интересных мыслей и, естественно, интересных предложений. Потому что здесь мы будем очень плотно в следующем году реализовывать достаточно такие масштабные истории, которые вы почувствуете и увидите. Мы желаем вам только удачи. Спасибо большое за интересный разговор. Наш эфир продолжается.